Ровно в 9 часов утра в субботу в 30 школах города учителя начальных классов нажали на специальную кнопку и начался прием заявлений на поступление в первые классы. У каждой школы свой микроучасток, на котором зарегистрированы будущие первоклашки. Перед началом подачи заявлений директора проводят собрание и выясняют, сколько детей пойдут учиться. Затем принимают решение об открытии классов. В седьмой школе утро субботы прошло спокойно. У нас те, кто ходит в группу предшкольной подготовки, у них сегодня занятие. Часть привели детей к 9 утра, следующие люди подойдут к 11. Так вот в течение всего дня с 9 до 14 часов мы будем спокойно проводить прием заявлений в первый класс. Детей на участке 98, мест 100, никаких очередей. Специалисты, принимающие заявления, работают не спеша и размеренно. Регистрация каждого родителя занимает 10 минут. Родитель предоставляет мне заявление, и я заношу его данные в заявку, которая есть вот здесь у меня на экране. Я заношу фамилию, имя, отчество заявителя, его паспортные данные, адрес. Родители предпочитают приходить в школу по старинке, не доверяя подаче электронных заявлений. Никакой толкучки, никакого ажиотажа. Опасения были, потому что разговоры по телевидению показывали где-то месяц назад, что в Санкт-Петербурге там что-то какое-то такое было, что с ночи очереди занимали. Было, конечно же, но поскольку мы-то закреплены за этим микроучастком, поэтому большие были, что просто время придется терять. Даже время терять не пришлось. Пока в одних школах тишина, другие штурмуют. В застроенном многоэтажками в московском микрорайоне всего одно учебное заведение. Гимназия номер 36. Мест для первоклассников в этом году 100. Не хватает существенно. Школу открыли ровно в 7 часов. Зашло порядка 100 с лишним человек. Сразу всех посадили в рекреацию третьего этажа. Почему в рекреацию? Потому что здесь рядом находится кабинет информатики и операторы работали в кабинете информатики. Самые активные папы и мамы создали даже родительский комитет для своих, еще не поступивших в первый класс деток. И за неделю встали в свою очередь. А в ночь на субботу заняли выжидательные позиции у школы. Мы с родителями записывались на эту очередь. Как бы свой список специально ввели комитетом родительским. И конечно я знала, какая буду по счету. И потом уже в процессе все пошло. С 4 утра. В 10 утра здесь было уже 165 человек. А электронной очередью воспользовались еще 193 родителя. Лично у меня нет электронной подписи. Поэтому мне удобнее было так. И в основном так как бы и все остальные присутствующие, кто здесь оформляет своих детишек в школу. Во-первых, в том году портал, сказали, очень часто зависал. Поэтому мы решили, что нам так будет легче. Микрорайон Московский растет как на дрожжах. Год от года ситуация здесь только усугубляется. Директор гимназии номер 36 уже давно бьет тревогу. Московскому нужна еще одна школа.